Приветствую в своем уютном логове. Я Скагокалипсис. И сегодня я решил попробовать кое-что довольно любопытное. Это новая игра Абиотик Фактор. Мне она случайно попалась на ютубе и я сразу понял что я хочу в это поиграть. Потому что во-первых визуально она максимально скажем так отсылается и максимально вдохновлена первой Half-Life. При этом в ней есть элементы что-то из SCP Foundation, а по геймплею это вообще какой-то раст с крафтом, со строительством базы, но только строительство базы внутри подземной лаборатории. Это короче просто вынос мозга. Я решил это сразу потрогать. Заранее ничего не записывал. Типа вот-вот сейчас будет первое живое впечатление как обычно у меня собственно с новыми играми. Поехали. Повторяю вступление потому что я случайно его запустил как только первый раз включил игру. Но будем разбираться что это такое, как оно играется, насколько эта игра похожа на Half-Life, насколько она похожа на SCP и насколько она похожа на Rust. Вот сейчас и выясним. Да, 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 да. Я хочу все заново начать. Вот. Начинаем мы. Вот такой вот уютной поездки судя по всему по какой-то австралийской пустыне. Если не ошибаюсь, по крайней мере среди... Да, осматриваюсь. Если хочу, я хочу осмотреться. Везет нас с такой этот... Планц. И гачат с квадратной челюстью. Да, кенгуру. Это точно Австралия. Вот, я так понял... Ммм... Это студия то ли австралийская, то ли новозеландская. Потому что точно среди... Среди логотипов студии мелькал какой-то новозеландский центр исследований... И... Исследования. Короче, что-то связанное как раз с диджитал-разработкой. Так что будем считать, что делали наши... Ну, в смысле, океанейцы. Ну, это... Да, это очень... Это очень уже с самого начала похоже на прибытие в Черную Мезу. Ну, только там был... Что у нас там был? У нас там был вагончик. А здесь у нас... А здесь у нас не вагончик. Здесь у нас... Вот. Васт. Да. Перемещение. Шифт для бега. Ну, тут все по стандарту. Максимально. Что это вообще? Мне сюда? Я думаю так, что нет. Да, вот. Вот. Причем, судя по всему, лаборатория спрятана... Что? А, да. Удержание Е закрыть. Пробел перепрыгнуть через препятствие. Выглядит это все как конец второй портал, где у тебя... Просто маленький домик посреди кукурузного поля, а под ним гигантская лаборатория. Вот здесь то же самое. Действительно, очень жирные омажи на игры от Valve. Я в целом вообще не против. Ну, то есть это... Это аж получается не плагиат, не копирка. Игра по своей сути совсем другая. Ну, а визуально, да. Визуально она пытается... Здрасте. Пытается быть очень похожей. И у нее получается быть похожей. Мне это нравится. Здрасте. Джексон. Так, планшет. Где? Какой? А, это? О, еще записи в журнале есть. Запретная зона Gate-Cascade. В планшете Gate хранятся важные данные контакты. Если работает так же, как планшет... Ты в Sprinter, то привязан к моему чё? Данные только о тех секторах, которые для меня открыты. Я понял. Тут разные уровни доступа есть по разным, от всяком лаборатории. Логично, в принципе. А где у нас цели? Цели нет. Записей тоже особо нет. Ну, вот справочная информация. Какие-то сущности. Все... Здесь все удалено, к сожалению. Да, точно. Это и SCP, и Alpha в одной игре. А так как я видел, точно здесь есть какой-то крафт. Это еще похоже... Рецепты супа. О! Я... В смысле, я не знаю рецепт супа. А, это? Аббатин суп, жареный. Легендарный. Ты чё? Знаю я рецепты супа, не выдумывай. Теории есть какие-то. Короче, много всего. Сейчас я пока ничего не знаю. Я новичок, я первый день на рабочем месте. Рецепты. Это что, мой походный рюкзак? Idea, энергоблок. Угу. Прекрасно. Это... Давай это потом. Я так понимаю, здесь еще всякого всего. Да, у меня есть температура, есть здоровье. Понимаю. Голод, жажда. Срачка. Это отдых. И вот он я. Тоже максимально старался изобразить ученого какого-нибудь рандомного из первой Half-Life. Ага, тут есть. Короче, да. Типа. Выживать. В гигантской подземной лаборатории. По-моему, это очень круто. О. Я буквально вчера по таким же линиям в вампиров играл. Так, с радиацией вы видите небольшие крапинки или точки. Увеличивается степень. А, это они как будто бы мой экран повреждают. Да. То есть, в реальном мире так радиация и работает. Так это сейчас у меня... Есть радиация? Я просто никаких точек не вижу. Тут все в крапинку, в точечку. Ну, в смысле, весь визуал игры. Теперь не поддается. Ну, ладно. Значит, мне в другую сторону, что логично. Здравствуйте. Каску. Доброе утро. Ага. Техника безопасности, правильно. Это правильно. А почему... А, инвентарь на ТАП. Я думал, на Ай открываю, а он не открывается. Все. Технику безопасности с Аблюли можно идти дальше. Здесь чего-кого. А, вот здесь, да, будет, если я правильно помню, будет, типа, крутое вступление в игру. Пролегает для новых сотрудников. Хожусь. Готовность у комплекса предупреждения опасности. А что там случилось? Наверху вроде все нормально. О. Тут ведут какого-то зэка, смотри. Пойдем в отдел подготовки персонала. Ага. Ну, пойдем подготовим. Свой персонал. Так, а что? Ты двери закрыты? Куда мне? А. Да? Нет. Вы его удерживаете, чтобы открыть колесо. А, все, я типа сигнал подал. Ну, я первый раз тут инструктируюсь, так что мы... Что за псес? Пес может быть? Выхожу вон вортом гуляя Пес. Ух ты, прыжки. Что, вентиляционную шахту? Зачем? Часинг-тоун Эдискейп Спесмен. Ты уходишь в огромный мозг. Ты уходишь в огромный образец. Соборозец кого? Агрессивный брокколи? Что мне нужно преследовать по вентиляциям? Я, по-моему, потерял мысль немножечко. Насчет SCP и прочего. Ух ты. Какие-то склады ядреные, ты глянь. Только добра, наверное. Боится? А это что? О, фонарик. Так. Угу. Ф демонтировать. Окей. Демонтировали. Но вот эти подсказки здоровенные, конечно. От них нужно добавляться, чтобы они мне экран не... Так. О! Трубный ключ. Давай возьму все. Я не уверен. Я просто не знаю. Вдруг он... Этот самый ваш трубный ключ имеет... Я могу... Ладно, я сломаю его. Попровки ткани. Паскивать мусор, это мое. Это геймплей енота. Начался. О, сколько тряпок. Тряпки это хорошо, тряпки это добро. А что, больше ничего отсюда не падает с этих ящиков? Ладно, это что? Это действительно образец, что ли, какой-то? Интересно. Существо? А я могу его это... Боньк. Боньк. А-а-а. Все. Я теперь понял, зачем обрывки ткани. Они нужны, чтобы создать сеть. Ну... Где тут крафт? Это похоже на то, да? Сеть. Создать. Временно обезвижить небольших существ. Хорошо. Что, прям вот так? Работает, смотри. Гербонька им. О, из него радужная жижа выпадает. Я не знаю, что это. Не настоящая, а... А радужная жижа откуда? Что это вообще? Это бесформенный кусок ежа, я не знаю. Но из ежа радуга не выпадает, если его пинать. И еще я пока трындел, я... Я забыл. А, наступить. Перевязать рану. А, замечательно. Так, и как? Нет медицинских предметов, значит, нужно создать медицинский предмет. Перевязываемся. Да? Подлечились. Хорошо, пока все понятно. Пока все логично. О, давай почту чужую почитаем. Проверка. Джейн, до меня дошли слухи о проверке в службе охраны. Вы что-нибудь знаете об этом? Расслабьтесь, Ричард. Не касается вашего сектора проблем в сотрудниках лаборатории. Знаете же, вечно трясутся, что кто-нибудь будет сливать информацию. Я, например. На весь Ютуб честной. Манс предположил, что большой совет директоров думает, будто кто-то следит за нашей сетью данных. Невозможно? Мы постоянно работаем с данными. Манс отличный теоретик, порой его гипотезы... Ладно, это душнилый, короче. Гриб. Что, Ленин, что ли? Так вот, куда его перевезли после захоронений. Спросили уведомить нас, если мы найдем применение новым материалом. Помните тот гриб, который притащил Ленора? Мы его протестировали. Знаете что, по сравнению с ним пенициллин, просто вода из-под крана. Счет принят, вы получаете доступ к квазе-2. Нужно присылать кого-то в новое путешествие. Хотим больше образцов. Ага. То есть, где-то на станции есть некий гриб, который... Который хорош для лечения. Но пока не ясно, какой это конкретно гриб. Автомат с напитками. Не дает. Автомат с закусками. Не дает. Я могу даже... Помыться. Ничего себе. Нормально. Ну, тем более, после той радужной жижи мне определенно это нужно было. Уникальная система питания. Взять отвертку. Не отвлекай меня. Взять отвертку. Да ты... Я читаю, я вижу. Да, разместите его возле розетки. Так, обогреватель. Погоди, я ничего не могу с ним сейчас сделать. Для упаковки требуется... А, отвертка. То есть, тут не все можно... Отвертка. Ага. Упаковываем. Подбираем. Теперь его нужно сюда подкнуть, что ли? Да, поставьте обогреватель возле... Возле гнезда, короче. А какой стороной? Вот эта сторона, наверное... Ладно. Ставлю. Собрать с помощью отвертки. А-а-а, вот оно что. Собираем. Эва как? Работает? Отключить к питанию. Взять кабель. Черт. По-моему, я его слишком близко поставил, да? А-а-а. Сейчас, погоди. Вот так. Нет, в сетку его ловить не надо, его нужно установить. Оставили. Подсоединили. Работает. Пакулатуру с собой заберут. Двое помещение, а можно я выброшусь в шахту лифта? Или просто в шахту, я не знаю, что там внизу. Я опять половина его диалога. Пропустил, да, теперь займемся наукой. Ура. Кейв Джонсон. На максималках. На минималках. Просто Кейв Джонсон. Просто отсыл очка. Я буду отверткой их пырять. Нормально. А, первый уровень офисного сектора, окей. А что там? Там лучше? Там безопаснее? А-а-а, все. Вступление кончилось на этом. Ну давай входить. Получается новая игра, да. Однопользовательская, да, будет. А-а-а, пароля не будет. Число игроков. Ну, однопользовательская. Думайте настройки песочницы. Не буду пока ничего расширенное настраивать. Я все еще не понимаю. Мира не может быть пустым. Ну, пусть будет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, пусть будет так. А. Ладно. Кириллица не работает. Кто понял, тот поймет. Ну, там вроде как можно читать и как дурка, и как дырка, поэтому... Ладно. Не важно. Нахраняется для каждого мира. Черты умения понятны. Привязаны к серверу. Угу. Окей. Так, выберите. Должность. Лаборант. Молодый, неопытный и, возможно, слишком много на себя берете. Компенсируется амбициями, скоростью, способностью не попадаться под прицел. Рекомендуемая роль медик. Исследователь транскинематики. Боэт защиты. Рекомендуемая роль строитель. Питогеник. Садовник. Лаборатория. Огородник, короче. О, гастролог, ничего себе. Кулинар. Рычевар. Вот этот точно знает все рецепты супов. Питатель и инженер. И аналитик по защите. Боец нападения. Так. Начальные очки. Что такое начальные очки? Давай практикант. В ближайшем будущем вам это не светит. Чистый лист. Да. Чистый лист я выбираю. Потому что пока с ролями не очень понятно. Хэ, с ролями. Я возьму что-то максимально нейтральное, а там буду разбираться в игре уже потихонечку. А, вот что такое начальные очки. Пикатлончик. Быстрее обучайтесь, связанное с физической подготовкой. Больше опыта. Устаете на 50% медленнее. Повар-любитель. Короче, отрицательные черты добавляют. Очко. Положительные черты очко отбирают. Ну, это логично. Так, грязную воду. 8 очков дорого. Мозговитый, мускулистый. О, вот это я возьму точно. Потому что вес нужно, да. Стальной мочевой пузырь. Терпеть дольше, чем остальное. Нет. Нет, вряд ли. Вот урон оружием, наверное, хорошо. Ну, потому что я не знаю пока что, что будет впереди. Ну, что-нибудь такое. И как раз... Как раз что-то максимально. Две постоянные ячейки быстрого. Нет, такое себе. Это 1001 карман. Закалка. Меньше действуют температурные изменения. Наверное, возьму самооборону. И возьму малоешку. Просто, чтобы дольше прожить. Больше носить. Тяжелее бонькать. И меньше жрать, чтобы... Чтобы в первый раз дольше прожить. Я пока все еще не знаю, насколько персонаж долго может тут жить. И что происходит, если его все-таки съели. А я так понимаю, съесть тут есть кому. Не хаткрабы, конечно, но... Всякое бывает. Угу. То есть старт такой. Офисный сектор. Вот, я спустился в офисный сектор. И... Доктор Тулейдик некий. Ах, ты здесь тоже, да? Ну, типа того, застряли, да. Но здесь, я так понял, относительно безопасно все еще. Это будут эти бонусы на уровне 3, что снова реагируют. Снова. Видно, как Яггер заблокирован, как обычно. Попробуйте впустить, может, он знает, что случилось. О, степбро Эмстак, да? Он невыносим. Ну, ладно, я и не тороплюсь. Автоматы мне не дают. Ой, стой. У вас 5 долларов купить закуску. А, можно купить закуску. Можно вот эти вот штуки купить. Давай возьмем. Так, деньгу всосал. А что это сейчас было? А, конфеты. Ну, наверное, они что-то... Так, стоять. А почему? Я ж не их заказывал. Я вот эти чипсы. Чипсы давай. О, термерские шарики. Козьи, наверное. Деликатес в Алабаме. Так. Урна. Это... Это... Это посвящение в еноты. Оу. А вот тут уже что-то не то. Посвящение в еноты. Нужно обязательно в первой же попавшейся мусорке покопаться. Так, погоди. О, тут есть просыпь деталей. Тут вентиляция. Через нее можно будет пролезть и пробраться дальше. Ну, пойдем, впустим человека из кафетерия. Я не знаю, что он пока здесь хочет. Толчки. Макулатура. О! Так, туалетную бумагу мы забираем обязательно. Это все мое будет. Штука, наверное, обогревает. Плозет. Поварской колпак. Нормально, берем. Ну-ка. Что делает поварской колпак? Ускоряет разрезание трупов. Замечательно. То, что нужно. Господа. Вы не возражаете, если я вас сейчас здесь перебью, а потом съем? О! Шина. Инт. И что это? Шприц-лекар? Ну, стимулятор. Считаем, что стимулятор. Что за звук? Как видишь, да. Австралийцы это дикий народ. У них все еще есть деление на мужчин и женщин. Гендерно-нейтральные туалеты отсутствуют. Точно дикари. Безумные. Слушай, а дверь заперта, да? Мне нужно как-то открыть. Хорошо. Давай подумаем, как можно это сделать. Тут-то я не хочу. Там кого-то съели. Возможно, я буду следующим. Но тут как будто бы и выхода нет, да? Может, в мужском найдется вентиляция какая-нибудь? Тут есть вентиляционные выходы. Нет. Вентиляции здесь нет. Ну что ж, придется лезть туда. В зону с кетчупом. А, тут только изолента и... Дальше я не пролезу. Ладно. Досадно, но ладно. О! Что-то выпадает. Да, я просто не обратил внимания, что выпадает металлолом. Ой-ой-ой. А вот там уже страшно. Мне бы хоть какой-нибудь этот, типа, конькалку, короче, какую-нибудь бы мне. Хоть бы разводной ключ дали или монтировку. какой-то коллайдер. Что за звуки? Слышишь? Как будто кто-то квакает. Кто-то тут что-то это. Какие-то сказки рассказывают мне за дверью. Ага. Я могу пройти туда? ой-ой-ой. Вот эта штука похоже жива. Ладно, это оно издает звуки. Пойдем в другую сторону. Я боюсь их. Я пока не знаю, что это. Я... Мне кажется, я не вывезу. Так. Ой, нет. Тут еще хуже. Тут я точно не пройду. Придется драться. Вообще могу. Ну, вот этот вот... Вот это вот то, что он лапками делает, мне кажется, это не похоже на удары. А так как мы играем за яйцеголового, в кулаки он сжимать руки в принципе не умеет. Давай мы к тебе подключим пауэр сокет. Я не знаю, что это, но по-моему, пока я крадусь, у меня и опыт незаметности растет, и эта штука меня не трогает. Я не знаю, что будет, если я не прокрадусь мимо нее. Но она хотя бы шумная, я могу понять, что она где-то... Вязать несколько сетей для самообороны? Хороший совет. Давай. Сделаю на всякий случай шесть. Зная мою косорукость, их, наверное, потребуется больше, чем... А, вот они, эти ежики. И что, его можно... Да. Можно затоптать. Биомусор. Карлики, что ли? Подожди, а биомусор можно есть? Или... Или там что написано, то и это, то и на деле. Так, куда мне идти? Судя по... По вот этим вот красивым левел-дизайнерским лампочкам, мне туда, поэтому мы идем в другую сторону, где ничего нет, да. Так, отвертка. Отверткой можно кого-то ковырять? Ну, вроде пырять можно. Не, если отверткой можно пырять, то все в порядке. Мы живы. О, еще одна пыряла. Возьму две, чтобы наверняка. Ну, хотя бы прочность ее не портится от этого, от пыряний. И на том спасибо. Можно демонтировать объекты, для создания предметов получать ресурсы. Супер. Так, снова тряпки. Эть, запрыгнул. Труба. Манометр. Бомба-приманка. Новый рецепт. Сейчас попробуем сделать. Она типа дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, а потом как бах? Или в чем, в чем суть бомбы-приманки? Ну, наверное, да. Давай попробуем ее скрафтить. Это оружие у нас? Да. Устройство для привлечения? Да. Это которая дзынь-дзынь-дзынь, потом бах. Я все правильно понял. Как у меня... А, тап. Вентарь это тап. Ух ты, шесть штук я сделал. Надо было одной ограничиться. Давай я это, чипсики, оставлю. Тем более, чипсики жажду повышают. А конфеты усталость повышают. Я даже знаю, почему. Потому что это мармелад. и пока ты его устаешь, да, знатно. Потому что жевать его сложно, да. Все. Все. Да безумие логичная игра. Ты смотри, мне нравится. Очень реалистично. Теперь самый главный вопрос. А кого мне привлекать-то этой бомбой? То есть, бомбу вы мне дали. Предполагается, что здесь где-то враги, да? У меня на всякий случай есть еще сеть. давай я разберу. Сюда идет фонарик. Шприц с лекарством оставляю, отвертку убираю со слота быстрого доступа. Кусок биологического мусора может не спутайте с едой. Окей. Все-таки он невкусный. Врагов я здесь не наблюдаю. Зато есть комп, в котором можно пока пошиться. Не пищи на меня. Я пугаюсь от этого звука. Вот что. Так, кулинария. Приветствую, Мамура. Я ищу подарок для друга, который любит готовить. Есть идеи, от кого? От кого? А, от кого это уже другое сообщение. Он хочет быть шеф-поваром, подарить ему нож. На кухне всегда пригодится. Кукинг джипег. Новый рецепт зато... Ух ты! Вот как рецепт этот. Ничего себе. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю нарративный дизайн. Слушай, он здесь покруче, чем в большинстве ААА игр. Тут все настолько круто объясняется и показывается наглядно. Ничего себе, выживалка, ты смотри. А, вот она, эта гадость. Сейчас мы на тебе опробуем эту бомбу. Меня не забрызгает ей? Кстати, бомба долгая. Проще сетью, мне кажется, таких маленьких топтать. А, ну она такая. Так, достал нож, режь. Ножа нет. То есть, его если раздавить, если его раздавить, все прекрасно. Погоди, у меня есть рецепт заточки. Давай, сейчас разделаем эту гадость. А, заточка. Это инструмент, что ли? Ага. Ручки. Связка офисных ручек. Парочка идей, как их использовать. Пойдем искать ручки. Где же ваши ручки? Покажите ваши ручки. Я думаю, они лежат где-нибудь на столе, или под столом, или вокруг стола. Не? Не. Рука в говне. Короче, мне кусок мяса не разделанного дали, а ручки я что-то найду. Видимо, их нет. Здесь. Что ж. Но их я точно скрафтить не могу. Это не что-то тривиальное. Не. Не дают мне ручки. Зажили ли. Здесь кровища. Я вижу. Так, я вооружусь сетью. Что это? Вон они. Гусеницы. А я так понимаю, сковорода. Борода. А, это не оружие. Жаль. Я думал, ей можно бить, а ей не дают бить. Она на меня тут порыкивает, но ей это не поможет. Вот тут автоматическая разделка подключена к моей ноге. Что вообще-то замечательно. Поднос. Щит, мягкий нагрудник и бутылка с водой. О, нож. Погоди-ка. Вот теперь, теперь разговор будет совершенно иной. А где тут эта гадость? Слышу. А, ты прыгать имеешь все-таки, сволочь. Куда она делась? Ай, какая ты резвая, ты посмотри. Ладно. Я понял. В прямой бой лучше с ней не вступать, потому что ты смотри, как она меня пожевала. А, погоди. Сырой жук, сырой стейк. Так это если ее топтать, у меня не мясо получается, а действительно биомусор, а вот мясо получается. Если ее резать. О, там стейк жарится. Пойдем перекусим. У меня инвентарь еще забит. сейчас. Мне кажется, мне нужно избавиться от барахла. А что у меня здесь барахло? Давай я съем. Съем конфетки. Ну, вроде нормально. Жить можно. Теперь берем тоже стейк. Что она делает? На что же что-то? Десять голода просто. Ну, ладно. Давай съедим. Закусывать стресс буду. Так, сырой стейк из жука. Кидаем его на сковородку, да? Или как? Как его кинуть? Его можно употребить, но я не хочу его употреблять. Ну, тогда его, наверное, вызывает тошноту и рвоту. Еще и опасный уровень радиации при употреблении. Превосходно. Для поджаривания пищи используется сковорода. Можно это совместить как-то? Нет. Ну-ка, погоди, а если вот так? Нет. Не работает, короче. Погоди. А как мне жарить? У меня тут еще рецепты разного рода предметов появились. Так, энергоблок. Правильные элементы сверху. Ну, наверное, печатная печатная плата, блок питания, россыпь деталей и охлаждение. Действительно. Верный рецепт. Так, идея верстака и ящика. мне бы идею для пластиковый щит. Угу. Ну-ка. Так. Шарик из резинок, шланг, поднос из кафетерия, наверное, клей и обрывки ткани. Действительно, можно сделать щит. Но верстак с подачи питания нужен. Не можно сделать щит сейчас. мягкий нагрудник, здоровье, медицина. У меня есть, в принципе, есть определенные идеи. Что тут? Ммм, биологический. Пшеница из антивселенной? Антивселенной? Окей. Пробирка, наверное. Ну, не биомусор же, правильно? Нет, биомусор, смотри. Вот зачем он нужен. Хорошо. Так, что-то я увлекся, подожди. Мне нужно, во-первых, подлечиться, кстати, я регенерирую. Активно. Ты видишь это? Там в уголке регенерация пошла. Еще нож. Винтарь такой маленький, черт. Так это неудобно. Я не знаю пока, как готовить сырого жука, потому что... Но это, видимо, не та плита, которая нужна. Нужно что-то другое. Погоди. Не поворачиваются. Конфорки, значит, она не работает. Возможно, причина в том, что на нее обвалился кусок потолка. Коварской колпак. Коварской фартук. О! Инвентарь. Так, что мне выкинуть? Давай вот это. Пока сырого жука выброшу. Есть что-то еще бесполезное? Тут все нужное. Что оно? Снижает накопление крови и других жидкостей. Это где оно снижает накопление? Во мне, что ли? Так, макулатуру забираем. Это все важное, нужное. Вообще, обшаривать мусорные баки, это в начале любого выживания, это легитимная вещь. Так, теперь вопрос. Упаковать сломается с вероятностью 100%. Замечательно. Вода. 250 миллилитров. Ага, ну я напился чуть-чуть. О! Давай-ка мы сделаем сначала вот так. Дерьмо тебе. А, понял. Осторожней надо быть. Тут холодно. Это прям морозильник. А что эта гадина там тогда делала, живая? У нее, видимо, к опротивлению есть, к холоду. А у меня нет. Ни один фартук. Поварской. Так, отберем. Это стакается. Дверь заперта. Можно ли ее как-то выбить? И попробовать. А! А, все, здесь нет никаких жучков. Замечательно. Сюда бы я все равно пролез. О, я сюда и пролезу. Что ж мне запретит? Сейчас я тебя открою, погоди. Да, мы тебя так там и оставим. Ладно, заходи. Говорил. А, тут эта штука заживала, ты смотри. Модуль управления... А, вот зачем мне энергоблок. Не зря я его выучил, ты смотри. Там еще какая-то заживого. Все, я теперь понял, как это работает. Мне нужно нажать не на сам автомат, как дебил, просто биться об него головой. Мне нужно нажать на правильные кнопки в этом автомате. Какая-то логичная игра, черт побери. Она мне... Она мне так нравится этим. Тем, что здесь все логично. Если ты хочешь использовать автомат, так используй кнопки на нем. Зачем ты бьешься об него головой? Ну, это я, опять же, по привычке. Бьешься. Окей. Как мы делаем энергоблок? Из чего? Да, я уже забыл, из чего я его делал. Блок питания, печатная плата, вентилятор. Хорошо, что все это создать, мне, наверное, нужно... Нож может ломать коробки? Нет. Так я не могу тебя впустить, мне нужно крафтить тут. Как это все крафтить, я пока... Представляю себе довольно слабо. А, вот, это еще одна комната. Во-первых, выключусь, ты меня бесишь. Во-вторых, тут есть какие-то детальки. О! Консервированный горошек. Горючево. Можно превратить в биомусор, но я этого делать не буду, это ж еда. Ножка стола. Ножка стола. Хорошо, это... Новый рецепт, самодельная сковорода. О, я понял. Как скажешь. По-моему, нож плохо подходит для... Стоять. У меня опять полный инвентарь, я опять набил себе... Давай, что мне реально не нужно? Поднос. Вторая отвертка. Ну, наверное, все остальное нужно. Сковорода мне тоже не нужна. Все. Забираем. Раз, два, три. Ножку стола надо забрать. Погоди. У нас крафтится энергоблок. Это все. Перстак требуется с подачей питания. Да что ли? О, Джаггер, не переживай. Это надолго. Тебе лучше запастись терпением. А еще с моим опытом игры в выживалке, которая вообще так себе на самом деле. Так, блок питания. Хорошо. Джаггер, заткнись, я тебе заклинаю. Металлолом, наверное, и гигаклей. Нет? А у меня есть какой-то вообще реальный штраф за то, что я неправильно иногда подумываю? Что, где? Ты откуда взялась здесь, мышь? Я промазал сеткой мимо нее. Теперь попал. Что сейчас было? О, можно подобрать. Но я ее оставлю пока внизу. Она, наверное, где-то здесь лазила, и я ее просто сразу не увидел. Ну и что, двери к чертям позакрываю лишние. У меня точно никто не пролез из. Хотя, может, под потолком, я не знаю, есть какие-то дыры для этих мышей. Неважно. Так. Она меня отвлекла. От важного дела. Нужно сделать верстак. Ящик для хранения. Это, я думаю, потом. Так. Хорошо. У меня есть верстак. Во! Тут показывается радиус штук. Ну, штуками я называю, если что, розетки. Да. Я забыл это слово. Суди меня строго. А, я его не собрал же еще. Как тут все мудрено, ты смотри. Угу. Так. Подключили. Вот теперь я могу создать. Не могу создать, потому что у меня закончились. Это еще что за чертовщина? Это... Погоди-ка. Из этого портала, по-моему, только что появилась изолента, которую я до этого здесь забрал. Сломано. Чувствую себя свободно по использованию запчастей. Некий Z. Ну, хорошо. Я и чувствую себя свободно. Вообще ни о чем не жалею. Давай стол доломаю. А то что он... Самый умный, что ли? Вон, доска выпала. Еще одна ножка от него. Потом заберу. Мне и так инвентарь забит. Всем чем только можно. Прекрасно. Я полагаю, что я могу его вставить, да? Ух ты ж... Бомбочка. Бомбочка! По-моему, эта штука не ведется на бомбочке. Не, ведется. Она и на меня ведется тоже. Надо ее там закрыть. А, она умеет дверь открывать. Замечательно. Съешь его, не меня. Что это такое? А, ты разгон взяла? А? Черт, я не знаю, кто из нас кого затынает. Погоди. Разгон взяла. Ну-ка, шернуться надо. Ага. Вот она там затупила. Пойдем за второй ножкой стола. У меня кровотечение. Надо бинтать. Что ты бы сделать? Но она мне времени не даст. Хотя, что значит времени не даст? У меня вариантов-то нет. Хотя, я, по-моему, не сильно это истекаю кетчупом, да? Предмет сломан. Хорошо. У меня есть второй. Думаешь, я тебя не отбудил? Я тебя отбудил. Фу! Ура! Завалили. Так, теперь срочно изготавливаю. Подожди, у меня есть бинты. Че я это? Прибедняюсь. Употребить. Все. Все. Да, я еще обратил внимание, что... Время не останавливается, когда я сижу в инвентаре, когда я крафчу. Скорее всего, из-за того, что игра заточена-то под кооператив. На самом деле, создает дополнительные... Интересные слова. А теперь вопрос. Я вообще хотел сейчас закончить главу вот на этой ноте. Мы, получается, судя по всему, прошли обучение какое-никакое. Теперь вопрос. Можно ли употребить человечинку? Давай выяснять. Что-то он не разделывается. Наверное, нельзя. Какая жалость. Давай эту штуку разделаем. Что из нее получается? Сырая ксеноножка. Сырой кусок мяса пекари. Как тебя ласково тут зовут? Такую скотину. Я предполагаю, что туда... Да. Служба безопасности сектора мы уже двинемся в следующей главе. Тем более, у меня появилась информация о пекаре. Это мы все почитаем. Вот. Ну, а ты, моя прелесть. Ставь лайк. Подписывайся, если по какой-то причине подписки на мой канал у тебя еще нет. И пиши в комментариях, насколько тебе эта игра интересна. Стоит ли ее продолжать записывать. И самое главное. Никуда не уходи. Я заварю нам чаю.